Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте, Стас! Начнём с... Собственно, я надеюсь, что мы сегодня будем говорить исключительно об истории, хотя, конечно, и по поводу сегодняшних выборов отдельно, вашей точки зрения, безусловно, интересно. Вот смотрите, сейчас все говорят о переломном моменте в истории Соединённых Штатов. Вы, как историк, посмотрев на всю историю Штатов, можете вспомнить моменты, аналогичные нынешнему, когда президентские выборы означали бы так много для страны, как эти? Конечно, такие моменты были, и самое первое на ум, что приходит, это 1980 год, когда Картер и Рейган шли друг против друга, потому что Картер ведь тогда был тоже кандидат истеблишмента, тоже кандидат такой бюрократический достаточно, но он уже и сенатором побывал, и всё. И ему противостоял кто? Ронан Трейган тогда. Всё-таки, хотя он и был в политике, но, тем не менее, это был человек искусства, это был человек, который, ну, пришёл извне, и вот этим он подкупил как раз американскую публику. Это, конечно, не был Трамп, который, ну, за словом в карман не лезет и даже может оскорбить, но, тем не менее, он тоже подкупил американцев тогда вот своей такой народностью и своим таким, ну, антиэстеблишментским запалом. И это ему, кстати, помогло, когда он бросал такие смешочки, прибауточки во время президентских дебатов, таким образом опуская вот эту харизму Картера. Слушайте, ну, то есть, вы, подождите, вы можете сравнить Картера с Рейганом? Мне кажется, всё-таки Рейган, я, по крайней мере, не припомню из того, что я видел в Ютубе, не опускался до оскорблений своего оппонента. Об этом я и хочу сказать, что не было такого, ну, площадной брани, которую мы видели вот недавно на дебатах Трампа и Байдена. Но, тем не менее, Рейган, и я хочу на это обратить внимание, он как раз вынёс вот элемент такой народности, я буду говорить, то есть, не опускаясь до площадной брани. И вот эти он как раз подкупил американского избирателя. И, конечно, риторика такая вот общеамериканская была. То, что объединяет, кстати, сегодня Трампа, который, да, действительно может оскорбить своего оппонента, но то, что объединяет Трампа и Рейгана, это вот такая, ну, антибюрократическая риторика, понимаете? Они оба идут к людям с этим. Но это было, конечно, не единственное. Это было не единственное. Были и судьбоносные выборы 1960-х года, если дальше идти вглубь истории. Тут мы можем поговорить и о выборах, и, в общем-то, по сути дела, о первых дебатах. Это 60-й год. Кто столкнулся? Столкнулся Кеннеди, будущий президент, и Никсон, бывший республиканец, вице-президент, который тоже шел на выборы. И тогда вот Никсон с Крафом проиграл Кеннеди. Почему? Потому что именно Кеннеди, демократ, тогда был воплощением вот этой новизны. Чем он подкупил? Своей молодостью, патогеничностью, и, я бы сказал, нестандартным подходом к американской политике. Тогда ведь было, Стас, понимаете, очень непопулярно, неполиткорректно быть католиком. Да-да, это странно нам покажется сейчас, но Кеннеди в 60-м году именно впервые бросил вызов. Он сказал, а я вот католик, и я буду первым американским президентом, который будет католиком. И все думали, что это не понравится никому там. Но на самом деле вот эта молодость, патогеничность, и вот его католицизм, как это ни странно звучит, послужил ему хорошую службу. Очень здорово, что как раз вы это говорите сейчас, потому что, конечно же, дебаты 60-го года между Кеннеди и Никсоном мы вспоминаем постоянно и в наших эфирах, и сейчас многие их вспоминают. Но что Кеннеди мог предложить обществу и зрителям, помимо, собственно, своей фотогеничности и молодости, об этом мало кто сейчас вспоминает. А что еще, помимо католицизма, тогда он противопоставил Никсону? Вы знаете, Стас, как это ни странно покажется нашим, но слушатся, кто из демократов, он предложил самую основную в экономике вещь – это снижение налогов. То есть сегодня, конечно, бы Кеннеди смотрелся республиканцам. То есть демократы его нынешние бы не приняли. Вот именно тогда это подкупило американцев. Именно это тогда, в начале 60-х годов, способствовало развитию американской экономики. Это вот одна из главных вещей. И это, кстати, столкнуло многие американские корпорации в сторону демократов, которые поначалу поддерживали республиканцев. А вот именно Никсон, казалось бы, республиканец, вот сегодня республиканцы, рынок поддерживают, мы знаем, сегодня республиканцы против государства. А именно тогда Никсон выступал вот таким кандидатом «эстеблишмент», потому что он был бывшим вице-президентом. И потом еще, опять вы вопрос задали, кто и как, чем кого подкупил. И вот тут мы вступаем в область не только каких-то политических программ, политических обещаний, а мы вступаем в область риторики и того, как смотрится кандидат на людях, будем так использовать это русское выражение. И вот это вот смотрины, будем в хорошем смысле слова говорить, смотрины, которые телевидение нам устроило впервые, начиная с 60-го года, сработали в пользу Кеннеди. Я упомяну такие вещи, которые вам, как человеку телевидения, будут казаться естественными, ну, а нашим слушателям, в общем-то, будут служить напоминанием о том, как и что часто определяет популярность кандидатов. Вот смотрите, выходит Кеннеди на дебаты, это были первые дебаты, по сути дела, хотя там была долгая история, что ли этому предшествовал. Ему предлагают люди, организаторы этих дебатов, давайте мы вам грим сделаем. И Кеннеди соглашается. А Никсон на эти же дебаты выходит в 60-й год, он говорит, нет, я не хочу грим никакой использовать, я буду без грима. И тут он проигрывает, он страшно проигрывает. Почему? Пять часов вечера из окна вот этой телестудии, где проходит дебат, ему падает на лицо тень. Вот вы, Стас, обычно, когда ведете интервью в обычном эфире, у вас лицо хорошо освещается, все нормально. А сейчас я вижу, тень упала на ваше лицо. И вот эта тень, ну я не буду сравнивать нас с великими, но вот именно тень, как тогда говорили многие американские газеты, погубил вице-президента Никсона. Он еще и потел помимо тени, ладно бы одна тень. Он потел, он говорил, он был плохо выбрит по сравнению с Кеннеди. Во всех смыслах проигрывал внешне. Ну хорошо, смотрите, хорошо, смотрите, все-таки, да, еще к тому же был Сутуловак, но вопрос все-таки, хорошо, это как бы внешний аспект дебатов, да? Если мы все-таки говорим о, ну не знаю, о действительно серьезных противоречиях в американском обществе между кандидатами, давайте еще уйдем дальше в историю. Великую депрессию часто вспоминают, и даже говоря о сегодняшнем уровне безработицы в Штатах и о сегодняшних экономических проблемах, говорят, что со времен Великой депрессии такого не было. Если вспомнить выборы времен Великой депрессии, когда пришел Рузвельт, можно ли сравнить по накалу атмосферу тогда и сейчас? Сейчас накал политической борьбы гораздо больше, понимаете? Гораздо больше? Гораздо больше. В плане раздрая, потому что, наблюдая историю, в частности, 1932-1933 год, когда Рузвельт, демократ, шел против республиканца, тогда страна все-таки не была так разделена в плане идеологическом. Но я вам просто пример приведу. Ведь где-то до недавнего времени и республиканцы, и демократы голосовали, в общем-то, за судей Верховных, которые принадлежали к противоположной партии. Вот взять даже эту судью Гинзбург, или там судей, которые были предложены республиканцами или демократами в 30-е, 40-е годы. А сейчас такого нет. В принципе, этого не может быть. Но был единственный момент, если вы взяли Великую депрессию, это 40-й год. 40-й год – это был, в общем-то, судьбоносная вещь. Но там больше внешняя политика роль играла. Потому что американцы тогда дебатировали вопрос. Надо ли нам участвовать в войне? Надо ли нам вмешиваться в европейские дела? Американцы, по своей сути, особенно тогда, они не любили вмешиваться в дела остального мира. Они хотели в своем доме определять свою судьбу. А сейчас у нас больше внутриамериканские вопросы. Слушайте, но извините, если все-таки, извините, что перебью, если все-таки вспомнить, опять же, Великую депрессию, из того, что мы знаем по кадрам хроники, по радиозаписям, опять же, по газетным публикациям. Смотрите, тогда был марш на Вашингтон. Страна тоже была все-таки разделена. Прочи ли триумф коммунистической партии, которая оказалась безумно популярна, и такого не было ни до, ни после. Безработица, опять же, огромный уровень. Социальные волнения. Ведь все это было. Да, это было. Но элита не была так разделена. Вы совершенно, Стас, правы, что на местах, на как бы, on the ground, на земле, люди были сильно разделены, но не было такого раздрая в элитах. Ну, опять, если переходить вот к этим выборам, 32-33 год, да, был марш на Вашингтон, был палаточный лагерь, и причем 3000 людей умерло от голода в городе Нью-Йорк, тогда как раз зимой, это 31-32 год, и это, кстати, способствовало победе во многом Рузвельта, который говорит, я буду увеличивать роль государства, я буду программу увеличить. Но ведь республиканцы тогда тоже занимались увеличением государственных программ. То есть не было такого раздрая в элитах. Все тогда хотели помогать, все хотели устраивать общественные работы. И Рузвельт, который пришел к власть, он просто, ну, увеличил эти программы, он занял этих людей безработных. Там было тогда безработных 20%, а сейчас вот даже на пике эпидемии что-то там 21, по-моему, процент был, когда у нас это в март или, по-моему, априн. Ну, сейчас уже, конечно, снизилось намного. То есть я говорю здесь, Стас, об элитах. Сейчас у нас большой разлад в элитах, когда по чисто, ну, эстетическим вопросам часть американской элиты не приемлет Трампа. И в том числе республиканцы, с другой стороны, не приемлет вот этих вот, ну, демократический эстеблишмент, который, кстати, рулил со времен Рузвельта. Об этом надо сказать. Это тоже надо иметь в виду. Вот это надо подчеркивать. Смотрите, если это подчеркивать... Хорошо, извините, вот вы говорите, рулил демократический эстеблишмент. А что, разве он 8 лет правления Рейгана или последующие, там, годы правления Буша, одного Буша другого тоже рулил? Что самое интересное, Стас, ведь Рейган, это был первый человек, который ввел в оборот антигосударственную риторику, где он говорил о местном самоуправлении, о вреде государства. Но по факту ведь Рейган ничего не сделал. Социальные расходы, социальное спромоществование, роль государства, наоборот, увеличилась. Бытность его президента. Это парадокс, но факт. И сегодня демократ использует фигуру Рейгана для того, чтобы критиковать Трамп. Они говорят, вот смотрите, Рейган не уменьшил социальные расходы, Рейган не уменьшил роль государства. Это так. Роль Рейгана была риторическая. В отличие от той же Маргарет Тэтчер, он ввел такую антигосударственную риторику, он первый шаг совершил к такому разрушению этого эстеблишмента. Ведь мы сейчас находимся, я думаю, по большому счету, на таком направо-консервативном цикле. Помните, такой историк был американский, Артур Шлезингер-младший, он говорил о циклах американской истории. То есть был большой цикл, начиная с 30-х годов. И несмотря на то, что да, Стас, были республиканские президенты, был Эйзенхауэр, был у нас Рейган, но по сути дела, в плане вот Сената, Палаты представителей, власти на местах, мало что менялось. Я вам такой пример приведу. Практически все крупные северные города на северо-востоке, а также на северо-западе и в Калифорнии 60 лет находятся под властью демократов. Это медицинский факт, понимаете, какая вещь. И сейчас, я думаю, можно говорить о какой-то смене элит. И Трамп вот своим таким сбалмашенным образом, каким-то популистским наскоком, он выражает вот это восстание против вот этой вот группы, которая была у власти. То есть мы на этом вот цикле находимся, который в свое время, конечно, тоже будет сменен каким-то леволиберальным циклом, когда пройдет вот этот право-консервативный цикл. Вот я как историк хочу ваше внимание на это обратить. Те самые города северо-востока США, о которых вы говорите, которые так или иначе под властью, под управлением демократов все эти годы находились, именно там, насколько я понимаю, были наибольшие и остаются наиболее серьезные проблемы с экономикой. Именно там больше всего пострадали люди в результате глобализации, и именно там сейчас электорат Трампа. Совершенно верно. Вот эти вот разрушенные, полуразрушенные города, откуда производство убежало в силу, ну, практического законодательства, потому что налоги на компании, на корпорации были самые высокие в Америке, даже больше, чем в Швеции. Они достигали 36%, и вот сейчас Трамп снизил это до 22%, и деньги потекли опять назад. Из Китая, из Мексики назад, в Соединенные Штаты. Что из этого получится, я не знаю, но вы правы, совершенно верно. Вот этот электорат из таких разбомбленных, в кавычках, районов городских, где производство схлопнулось в свое время, компании ушли, рабочий класс, это действительно Стас, это электорат Трампа, рабочий класс, который, по сути дела, ну, по терминологии социалистической, по теории, должен поддерживать левых или леволиберальные круги. Сейчас это ядерный электорат Трампа. Смотрите, к слову об электорате Трампа. Расхожее мнение, что электорат Трампа это малообразованные люди. Что-то мне подсказывает, что на этих выборах вы будете голосовать скорее за Трампа, чем за Байдена, а вас малообразованным ну что точно не назовешь. Скажите, по вашим наблюдениям, много ли действительно образованных людей голосует за Трампа? Или все-таки большинство профессуры, большинство продвинутых интеллектуалов в Америке нет понятия интеллигенции голосуют традиционно за демократов и сейчас это так же? Статистику тут трудно, конечно, найти, но признаю такой факт, что сегодняшние американские университеты в силу ряда причин, начиная с 60-70-х годов, конечно, они подпали под идеологическое влияние леволиберальных кругов, но это не значит, что в Америке нет таких продвинутых интеллектуалов, которые не симпатизировали бы Трампа. Такие есть, их достаточно много. Я не скажу, кстати, что их большинство, скорее всего, в американских университетах большинство остается за леволибералами, их, буду говорить так, навскидку, 70% где-то, но по факту мы наблюдаем то, что люди, которые в университетах симпатизируют республиканцам, они просто об этом боятся говорить, и я, кстати, признаю, что я один из этих людей, который просто об этом слух не говорит, я не афиширую свои какие-то позиции, я просто говорю о том, что я нейтральный. Почему? Потому что, признав открыто, публично, что ты поддерживаешь Трампа или какого-то кандидата, который против Байдена наступает, ты становишься автоматически нерукопожатным, на тебя будут кидать такие косые взгляды. Мы сейчас говорим об этом по-русски, но я, знаете, откровенно вам признаюсь, я, наверное, по-английски, вот с вами так не говорил, Стас, можете назвать меня трусом или каким-то, ну, я не знаю, недальновидным человеком, но по факту это так. Может быть, ситуация изменится. Кстати, она была другой, Стас, 50-60-е годы, тогда рулила в американских университетах консервативное большинство. И тогда, вот это самое странное и самое интересное, в 1965 году в университете Беркли студенты, левые, выходили, за что? Они боролись за свободу слова на консервативных кампусах. А сегодня мы видим совершенно полярную, обратную вещь, когда в 2017 году на том же кампусе, в университете Беркли приезжает трамповский какой-то человек, Майло Янополес, например, вот этот голубой, который поддерживал Трампа во время вот этих выборов 2016 года. И его зал, где он свою речь делал, его закидывают тухлыми яйцами, от одного из людей, которые пришли его послушать, даже зарезали, избивали людей, которые шли его слушать. Вот видите, как поменялся мейнстрим. Когда-то, да, в 50-е годы, начале 60-х годов рулил консервативный мейнстрим. А сейчас мы видим совершенно обратную тенденцию. Сейчас пока еще рулит либеральный мейнстрим. Вот это надо нашим слушателям иметь в виду. Понятно, что вы историк, но, тем не менее, кому как не историку делать, если не прогнозы, то, по крайней мере, рассматривать варианты развития ситуации в будущем, исходя из знания прошлого. Так вот, если Трамп проиграет и победит Байден, куда пойдет Америка? Я оптимист в этом случае. Давайте, допустим, такой вариант простой, который, кстати, может случиться, я его не исключаю, что Байден победит, потому что сейчас они идут к носу. Хотя что-то мне внутри подсказывает, что этого не случится. По выборщикам Трамп должен взять все-таки большинство. Но не об этом речь сейчас идет. Давайте допускаем ситуацию. Там Байден приходит к власти. Что у нас получается? У нас все равно сохраняется баланс политических сил, потому что Верховный суд будет полностью в руках республиканцев. И Сенат, я надеюсь, тоже будет в руках республиканцев. Вот он, этот баланс, так называемый checks and balances. Вся эта система, она вырвет Америку на хорошую финишную прямую. В отличие от других стран, вот именно этот баланс между тремя ветвями власти, он составляет становой хребет американской политической системы. А если победит Трамп, получится, что, опять же, в Верховном суде республиканцы, если в Сенате будут республиканцы, ну, получается, что баланс будет нарушен? Да, баланс будет нарушен. И если, предположим, на протяжении следующих, там, 20-30 лет, такой баланс будет сохраняться, хотя я признаюсь, опять откровенно, я более симпатизирую консервативным и либертарным кругам, ну, из этого, в общем-то, в конце концов, ничего хорошего не получится, если так же, как вот леволиберальные круги, будем так говорить, правоконсервативные круги, там, на протяжении 30 лет будут находиться у власти без какой-то оппозиции, из этого же тоже ничего хорошего не получится, понимаете, о чем я речь веду? А видите ли вы вероятность появления третьей партии в обозримом будущем? Многие говорят о том, что двупартийная система немногим более эффективна, чем однопартийная? В обозримом будущем нет, конечно, потому что в условиях такого разлада, когда у нас сейчас вопрос стоит, в общем-то, надо определяться своей позицией, ты за кого? За этих или за тех? То есть сейчас по всем практическим прикидкам, ну, никакого места нет для третьих партий, я вам даже больше скажу, что в таких штатах, как Джорджия, Алабама, в таких красных штатах, где республиканцы доминируют, левые демократы недавно дали указание своим активистам уговаривать зеленых и либертарианцев убирать своих кандидатов из списка, для того, чтобы они забирали голоса. Вот как это работает на практике, когда люди просто, ну, хотят, и они вынуждены, чтобы у нас получалась парализация, потому что демократы боятся потерять какие-то голоса, отдать их вот этим независимым представителям третьих партий. У нас сейчас этого нет, и в 2024 году, я думаю, у нас тоже этого не будет, и более того, у нас еще борьба сильнее усилится в 2024 году, когда уже будут к власти рваться, будем говорить, такие левые совершенно кандидаты, как Александр Акадий Картес, тогда Сандерс уже состарится, и тогда будет, возможно, еще более парализованная страна там. Но когда устаканится лет через 10 ситуации, тогда, может быть, появится опять возможность для третьей партии выйти на финиш и приводить. Вопрос, который я задаю всем сейчас, с кем разговариваю в канун выборов, всем нашим экспертам, насколько логично, уместно говорить, что Трамп это своего рода Горбачев, в том смысле, что он ведет Америку к реформам, которые еще неизвестно, как на ней отразятся, вплоть до возможного изменения государственного устройства. Я бы вашу метафору, которую вы сейчас высказали, я бы ее прям золотыми буквами на стене написал. Вы очень для наших российских слушателей хорошо определили суть этого кандидата. Он даже сам еще не знает, что он делает своими какими-то сознательными и неуклюжими какими-то реформами, высказанными. Он просто разрушает вот этот establishment, о котором я много здесь говорил. А что будет после него, мы это не знаем. Может быть, будет хуже, может быть, лучше. Но, опять-таки, будучи оптимистом в глубине души, я надеюсь, что американская политическая система будет переформатирована в какую сторону? В сторону большего усиления федерализма, который является суть американской системы. Понимаете, Стас? Потому что Америка поначалу же была заточена как федеративное государство, где штат обладает большими правами. Но в результате каких-то политических изменений, особенно в 20-м столетии, вот это большое государство, которое рулит из Вашингтона всеми людьми, этот центр захватил много для себя полномочий. Сейчас речь идет о чем? О том, чтобы забрать часть этих полномочий. Трамп идет в верном направлении. Вот смотрите, Байден выходит на президентских дебатах, и раньше он говорит, если я стану президентом, вы все будете обязаны носить маски. Когда Трампа спрашивают такой же вопрос, он говорит, а я предоставлю каждому штату решать самим, носить маски или нет. Вот и все, ответ на вопрос. Иными словами, эти выборы это про путь, куда пойдет Америка, либо в сторону еще более сильного государства и сильного центра, и мы знаем примеры стран, которые по этому пути пошли, либо по пути дальнейшего развития местного самоуправления. Ну, что неизбежно приведет к потере Америки роли мирового арбитра? Нет? А нужна ли Америке такая роль арбитра на всемирном масштабе? Эта роль была принята Америкой после 1945 года, и Америка, по сути дела, превратилась, ну, сама не зная того, в такой мировой, мирового жандарма, которая начала рулить, как бы, судьбами всего мира. В Америке сейчас десятки баз по всем странам мира. Какой смысл, например, сейчас имеет держать военные базы Америки в Германии? Трамп, кстати, делает сейчас, чтобы умеешь в этих ролях? Какой смысл имеет держать американские базы где-то в Японии? Американцы не хотят уже так тратиться на международные какие-то инициативы для того, чтобы указывать людям, какие им нужно иметь правительства? Вот вам пример вторжения в Ирак. Это же, по сути дела, привело к чему? К многомиллиардным затратам. А у нас внутри Америки инфраструктура находится в упадке. И сейчас все больше и больше склоняет симпатии к тому, что Америке не нужно вот это всемирное присутствие. Ей это просто невыгодно. И отсюда идут такие заявления Трампа против НАТО. Они не против НАТО заявления. Трамп говорит давайте тоже вкладываться в военный бюджет. И по сути дела Трамп даже увеличил бюджет НАТО, заставив Германию и другие страны такие как Англия вкладываться в этот бюджет. Америке нужно заниматься своими делами. Ведь Трамп это не надо забывать. По своему идеологическому настроению он изоляционист. Он продолжает такую старую добрую американскую традицию, которая была еще инициирована президентом Адамсом в 19-м веке и президентом Монро, когда он выдвинул доктрину Монро. То есть мы занимаемся американскими делами, мы к вам не лезем и вы к нам не лезете. Он хочет, да, сократить американское присутствие за рубежом. И тут я хочу обратить ваше внимание. Где-то как-то геополитически, да, его интересы совпадают с какими-то интересами России. Но это не факт, что Трамп работает на Россию. Потому что если тот же президент Путин вылезает в какую-то условную Сирию и сталкивается лбом с Эрдоганом, вот с этим турецким султаном, то это только ослабляет Турцию и Россию, но усиливает Америку. Мы сейчас живем уже другими стандартами. Сейчас 21-й век, мы уже не должны заниматься какой-то геополитикой. Сейчас век интернета, век цифровой экономики, и Трамп где-то интуитивно это, наверное, понимает, и поэтому он сокращает военное присутствие. Америке не нужна эта роль международного жандарма, и я думаю, многие его поддержат вот в этих выборах. Ну, мы посмотрим, насколько, да, как проголосует Америка, и насколько сами американцы считают, что нужна эта роль Америки или нет. Спасибо огромное, Андрей, спасибо. Отлично, всего доброго. Продолжение следует...